Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, да и вообще все слушатели моего канала. Подписчиков становится день ото дня все больше и больше, и это не может не радовать. Канал не монетизирован, я не получаю с него никаких денег, я ничего не прошу от своих подписчиков. Я просто высказываю свое мнение по разным вопросам психологии, политики, каким-то другим моментам. Вот сегодня у нас знаменательная дата, сегодня на часах, на календаре 23 февраля 2017 года. И я конечно хотел бы поздравить всех людей, всех мужчин, женщин, которые когда-либо принимали участие в боевых действиях, вообще являлись защитниками в каком-то смысле, на трудовом фронте работали и так далее. Одним словом 23 февраля, значимая дата для любого русского человека, это день армии, день защитника отечества. Соответственно это и мужчины и женщины. Мне очень суть этого праздника нравится, да, то есть это все правильно, все верно. Единственное, что у меня есть претензия к самой дате 23 февраля. В российской истории происходило много событий военных, главным образом в советский период, которые бы могли послужить неким важным моментом в появлении этого праздника. Ну предположим, самый первый приходящий пример, он немножко некорректен по времени, ну допустим Курская битва, да, перелом в войне, Второй мировой войне. Ну уже тогда существовала Красная армия, значит в Первой мировой войне существовала так называемая Красная гвардия. И собственно вот 23 февраля 1918 года произошло очень интересное событие, то есть идет Первая мировая война, в Брест-Литовске не договорились наши политики с немцами и не смогли заключить мир. Немцы двинулись дальше продвигаться на восток, они остановились на переформировании 23 февраля, против них выступала Красная гвардия во главе с харизматичным убийцей, насильником, маньяком Павлом Дыбенко. Стояла, значит, Красная гвардия и вот, значит, немцы, продвигаясь глубь страны, они остановились 23 февраля, Красная гвардия драпанула от них очень хорошо во главе с Павлом Дыбенко. Ну и собственно, значит, в политической истории нашей страны, поскольку немцы остановились, было принято решение называть это победой, то есть остановка, самостоятельная остановка немцев. И, соответственно, 23 февраля, это день победы, как бы, да, в Первой мировой войне немцы остановили свое продвижение на восток нашей страны. Собственно, вот, политики назвали этот день, позорный день нашей истории, когда Красная гвардия драпанула от остановившихся немцев, убежала от них во главе вот с этим командиром Павлом Дыбенко. Здесь вот у меня там меленьким шрифтом вся эта история прописана. Ну, назвали вот праздником, день защитника Отечества. Хороший день, хороший праздник, но дата нехорошая, да, то есть, такое событие нельзя назвать победой. Ну, и говорить об этом не как одни армии, не защитника, нет. Наверное, есть какие-то другие события в этой истории, в советской истории, советского государства, победы какие-то реальные, я не знаю, там, еще что-то, что могло бы быть действительно значимым событием, и стоило бы это дело праздновать. Как день Красной армии, день вообще, если уж мы говорим не Красной армии, а просто о дне армии, дне защитника Отечества, почему бы тогда не битва под Москвой, ну, пускай это событие не Первой мировой войны, не Гражданской войны, а Второй мировой войны, но, тем не менее, героизм, да, то есть, переломный момент в истории, битва под Москвой, Курская битва, почему бы не выбрать какую-то дату, значит, из этих моментов, и действительно сказать, да, вот в этот день, значит, армия показала себя с наилучшей стороны, действительно, люди совершали подвиги, и это действительно защитники в каком-то смысле, да, то есть, люди, или, допустим, даже, если мы говорим, допустим, Афганская война, еще какие-то войны, войны, где люди, русские люди, прежде всего, не советские, пускай даже, а русские люди проявили себя достойно, но, тем не менее, выпить и закусить в этот день надо, то есть, помянуть стоя и молча, не чокаясь, русских людей, которые действительно защищали нашу родину, не советское государство, не Российскую Федерацию, не еще что-то, а именно людей, мужчин и женщин, которые отдали свои жизни за то, то, чтобы наша страна, наша Россия, она была счастлива, свободна, независима, вольна и так далее. На этом, пожалуй, все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!